Всем привет! Меня зовут Авами Лиса. И если вы уже испугались вот этого замечательного макияжа, то не стоит. Сегодня я покажу вам целых два типа макияжа. Левая сторона у нас будет накрашена по-левому, правая, соответственно, по-правильному. В этом видео я специально показываю не какой-то гипертрофированный макияж, где, очевидно, одна сторона неправильная, а другая правильная, а именно примерно одинаковую технику нанесения макияжа, но с совершенно незначительными отличиями. Названия всех продуктов, которые я буду использовать, будут на моей странице в Инстаграме. По сути, макияж один и тот же, средства совершенно одни и те же, даже количество используемой косметики совершенно одинаковое. Но как все-таки это отличается? Начнем с тонального средства. Я буду использовать маковский тональник высокой фиксации, но буду наносить его кистью. Несомненно, что каждому человеку удобнее наносить средство своим методом, но факт в том, что для непрофессионала равномерно нанести кистью тональное средство будет проблематично. В сравнении с тем же бьюти-блендером. Вот, смотрите, такое нанесение требует гораздо большего количества времени. Во-вторых, местами у нас проплешины, и в-третьих, покрытие получается гораздо более плотным, что хорошо для съемок, но плохо для дневного повседневного мейка. На этой стороне я использую бьюти-блендер. Наношу на руку тональное средство. Обратите внимание, как мало мне его понадобится. В сравнении с левой стороной. И просто растушевываю предварительно смоченным спонжиком. Покрытие получается более прозрачным и требует куда меньшего количества времени и усилий для того, чтобы сделать все ровно. Я беру совершенно одинаковые тени. Буду использовать тени от Мак. Это мои любимые шиммерные рассыпчатые тени. Буду наносить их плоской кистью на все верхнее веко, равномерно распределяя средство, предкладывая к веку кисть. Ровно тем же средством я прохожусь по нижнему веку, повторяя естественный контур моих глаз, обрамляя их. Также наношу средство под изгиб моей брови. На правильной стороне я буду той же самой кистью наносить те же самые тени, но уже локально. Буду подчеркивать внешний уголок глаза и нанесу немного средства прямо на центр верхнего века. Под брови на нижнее веко средства я наносить не буду. Беру темные тени холодного оттенка. И вот такую вот кисть. Не знаю, как она называется правильно и где взять. Это кисть, которой пользовалась еще моя мама. Но потом я отжала ее у нее и чувствую, это будет какой-то семейный реликвий. Да. Ну да ладно. Наношу на внутренний уголок глаза и на складку верхнего века эти тени. Наношу довольно плотно и растушевываю по направлению к центру, как бы растягивая нашу тень. И тем самым делаю эффект кошачьих секси-шмексиглаз. На другой стороне я прикладываю кисть немного за пределами глаза и ставлю ее максимально близко к ресницам. И теперь растушевываю, но не в сторону центра, а в сторону висков и надавливаю на кисть с минимальными усилиями. Мы не должны ощущать трения. Все движения должны быть супер легкими, а средства должны быть супер мало. На нижнем веке на неправильной стороне я стараюсь максимально близко к краю века нанести тени и потянуть их вниз, дабы взгляд настал с прищуром и поволокой. Но по факту получаем грязненького пандарена на лице. На правильной стороне я немного щурю взгляд, так чтобы появились мешки. И вот по этому естественному контуру, начиная от центра, растушевываю продукт к внутреннему краю, сводя воедино нижние и верхние грани. Это азиатский подход к нанесению нижней подводки из рассыпчатых теней. Подробнее про эту технику я рассказывала в видео про макияж к выпускному. Сейчас нам нужна только легкая дымка для глубины взгляда, но количеством продукта можно будет сделать и что-то более активное. Далее беру черный карандаш и подвожу нижнее веко от внешнему к внутреннему уголку. Наносим деликатно, а у внешнего уголка средства добавляем побольше, усиляя эффект пандарена. И все это только во имя женственности и красоты. На правильной стороне я локально точечно наношу черный карандаш, так чтобы подчеркнуть нижние ресницы, которых у меня нет. Как оно будет у девочек, у которых с нижними ресницами все как угодно, но лучше чем у меня я не знаю, но думаю будет только лучше. И прям так и оставляю эти маленькие точки, но если вдруг точки стали кляксами, спокойно растушевываем их кистью. Брови. Беру тени и кисточку для нанесения. И на неправильной стороне беру и просто наношу по всей брови средство, а потом расчесываю его щеточкой. И пытаясь растушевать, я навожу грязь. Плюс слишком равномерное нанесение тени, слишком длинный и тонкий кончик брови. И к тому же с излишним изгибом или наоборот слишком испрямленным выглядит немного карикатурно. А вот здесь я наношу средство по нижней границе. И теперь по верхней границе. И приступаю к кончику. И делаю его довольно широким. И только после этого по направлению по вискам я расчесываю щеточкой. С началом брови я работаю так. Просто переворачиваю щеточку и снимаю остатки средства. На левой стороне я наношу тушь по правильному. Однако стараюсь уйти в кошачьисть. Акцент делаю на внешнем уголке и все ресницы направляю в его сторону. В таком подходе реально ничего плохого нет. Я сама так часто крашу ресницы, но по канону это считается неправильным. Но так как я не знаю, как даже в теории можно накрасить ресницы неправильно, то показываю вам это вот. На правильной стороне смотрите, что делаю. Я крашу ресницы, раскрывая глаз, делая взгляд более открытым. Я равномерно крашу ресницы по всей линии их роста и не акцентирую внимание на какой-либо из зон. Просто подчеркиваю их по естественному росту. Помада. Помаду я беру сатиновую от MAC. И на неправильной стороне я наношу средство самим стиком. При этом типа увеличивая губы, выходя за контур. В правильной версии я также увеличиваю губы, выходя за контур. Но делаю это кисточкой. Так получается более аккуратно и естественно. Особенно если у вас нет опыта. Румяна. На неправильной стороне я забываю, что в руках у меня румяна. Я использую это средство и как хайлайтер, и как бронзер, и как корректор, и как румяна. То есть я размазываю их непонятно по какому принципу по лицу. В правильной версии я просто наношу румяна на яблочке щек. И протягиваю их к вискам в дальнеазиатским косметическим трендам этого года. Контуринг. На неправильной стороне я использую средство и тяну его вдоль всей скуловой кости, растушевывая хаотичным образом и разводя грязь на лице опять-таки. На верной стороне я использую средство только в одной единственной точке, что находится вот здесь. И отсюда уже растушевываю. Кстати, средство нужно очень-очень-очень, еще раз, очень мало. Как видите, результат очевиден. Нельзя сказать, что версия, которую я называю левой, так уж плоха. Но она, очевидно, выглядит хуже и вульгарнее, чем макияж, нанесенный с минимальным набором базовых трюков. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, что вы узнали что-то для себя новое. И если вы хотите продолжение этого видео, если вы хотите, чтобы подобное выходило, просто пишите об этом в комментариях, что вам действительно интересно смотреть такие видео, где я показываю макияж. Ну и, естественно, ставьте ваши лайки, потому что, когда я вижу много лайков, я понимаю, что мой труд был не напрасен.